Включаю. Открываю скайп. Можно расшаривать, Сергей? Так. Ну, пытаюсь. Всем привет. Всех приветствую, друзья. Меня зовут Сергей Лосевич. Я из Белоруссии, из города Гомеля. Сегодня постараюсь вам донести все-таки, для чего нужен Кейворот-инспектор. А конкретно скажу, что он нужен. Это одна практически из незаменимых вещей для работы на Амазоне. Я думаю, сейчас вы убедитесь в этом сами и поймете. Ну, к чему взяли эту тему, я думаю, и Денис, и кто пользовался Кейворот-инспектором, они не сразу понимают люди, как пользоваться инспектором, вообще для чего он нужен и какую пользу он приносит. Вы знаете, я сам долго, долгое время, скажем так, приходил, что ли, к сознанию, как же правильно пользоваться инспектором, чтобы в итоге сейчас я, чтобы он мне приносил действительно некую пользу. Значит, смотрите, вот это главная страничка Кейворот-инспектором. То есть, я не буду сейчас показывать, как регистрироваться, то есть, ну, это, я думаю, знает абсолютно каждый. Там все просто. Удеваем мыло, пароль, заходим, все. Попадаем на главную страницу. Здесь есть некие функции у инспектора. Ну, я думаю, посидите, посмотрите, да, допустим, там, посмотреть историю транзакций и так далее. Это нам сейчас неинтересно. Нам нужна главная функция. Для чего же он нужен? Значит, берем верхнюю строку, да, то есть... Сергей, закрой меня. В скайпе закрой мою это самое, чтобы она не занималась только места. Аватарку. Окей. Значит, вот эта верхняя графа, мы на нее нажимаем и попадаем вот на такую страничку. Здесь нам Кейворот-инспектор. Я сначала пройдусь вот по таким техническим немножко частям, а потом я вам конкретно объясню все-таки, для чего он нужен и как им пользоваться, как работать с ним. Значит, смотрите, зашли мы на вот эту страничку, эта верхняя страница. Здесь нам инспектор предлагает вбить Асин. То есть, для чего эта страница? Эта страница для того, чтобы мы вбили Асин-конкурента. То есть, мы берем Асин некого своего конкурента, вбиваем сюда. И за кредиты, потому что, вот я немножко вперед забежал, значит, инспектор работает по принципу. То есть, вы заходите и оплачиваете. Здесь есть несколько пакетов. Первый пакет – это 100 кредитов за 20 долларов, которые сгорают. То есть, в течение месяца вы можете пользоваться этими кредитами. Вот здесь вы их увидите. То есть, вы покупаете 100 кредитов на месяц. Уверяю, 100 кредитов вам хватит просто с головой. То есть, если посмотреть, что, в принципе, сделать анализ Асина-конкурента, то у нас это отнимет всего лишь три кредита. То есть, вы можете представить, сколько конкурентов мы можем сюда вбить. И месяц потом мониторить этих конкурентов. Значит, вбили сюда Асин. Выставили именно вот… Оно самое первое идет. Вот эту вот графу, да, три кредита. Не надо вот здесь вот это все брать. Я пробовал. И 15 кредитов там вбивать – это как бы более там расширены. Здесь есть функции. Можно смотреть, значит, по каким ключам рекламируются ваши конкуренты. Но я бы не советовал. Я сам этим не пользуюсь. Потому что кто работает на Амазоне сейчас, на данный момент, он меня поймет. То есть, PPC – это до того индивидуальная такая штука, что брать там у конкурента PPC, ну, вы можете еще больше пролететь на самом деле. Запустили автомат, потом вытянули ключи, по которым были продажи, да, и так далее. Там много нюансов, темы у нас нет. Поэтому давайте продолжим. Значит, смотрите. Вбили сюда Асин, выставили три кредита. Вам этого вполне хватит. То есть, здесь есть вот в этом наборе то, что нам предлагает Кейморд инспектор. В принципе, все необходимое, то, что нам нужно. Вот вы видите, здесь стоит один месяц, да. То есть, он вам говорит, что один месяц инспектор будет вам мониторить этот Асин. Вы вбили и нажали, значит, кнопочка тут есть где-то. Я сейчас не вбил, поэтому нет. Значит, вбили и вперед, да. То есть, нажали на кнопку продолжить. Вот. И у вас эта страничка закроется, инспектор начнет обрабатывать этот Асин. Где вы можете увидеть? Потому что инспектор, это занимает там буквально одну минуту. Инспектор начал обрабатывать. Вы заходите в Хистери, да. Асин Хистери. Вот здесь у меня 47 уже вбито Асинов. Я объясню потом, почему так много. Это важно на самом деле. Вот. Вы заходите в Хистери, открываете. Когда вы откроете, там у вас будет целый список. Я сейчас просто не хочу этого делать, потому что там будет виден мой продукт. Я думаю, вы меня понимаете, да. Здесь появится целый список с ссылками. То есть, прямо ссылки будут такие на те продукты, которые вы вбивали по Асину. Можете смело нажимать на эти ссылки, и у вас будет открываться статистика. Вот. Значит, из Хистери, еще раз. Хистери. Вот сюда. Запоминайте. Хистери сюда. И вы попадаете на список. Из списка выбираете кого-нибудь, скажем так, да. И нажимаете. То есть, у вас открывается по каждому Асину вот такая таблица. Что это за таблица? То есть, что мы здесь видим? Значит, что делает инспектор? Он вытягивает от ваших конкурентов ключи. Как вы видите, оно идет сверху вниз, да. То есть, сначала стоят самые высокочастотные, и дальше пошло меньше, 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 и меньше, и меньше. С левой стороны идет ключ. Дальше у нас идет рейтинг. Сразу хочу сказать насчет рейтинга. Значит, не ищите какие-то сравнения там с Мерчинвордом тем же, да. Абсолютно разные будут цифры. Спросите меня, почему, не знаю, почему, это, наверное, только Кейворд-инспектору известно, и Господу Богу, больше никому. Но, действительно, вот эти цифры, они отличаются. Ну, такую сноску сделаю. Я как-то больше все-таки придерживаюсь Кейворд-инспектора, нежели Мерчинворда. Вот я работаю исключительно по инспектору, естественно, и инспектор, и Мерчинворд, они не дают вам там стопроцентную гарантию, что это будут правильные цифры. Всегда есть сноска там на разбег, минус, плюс, и он может быть большой. Но в любом случае общую картину вы понимать будете, да. То есть, по-любому, если вам показывает там инспектор, допустим, 500 тысяч запросов по некому ключу, то вы понимаете, что там в любом случае есть запросы по этому ключу, и их немало, да. Даже если вам инспектор, если Мерчинворд покажет там по этому же ключу там 2000 запросов, а инспектор вам покажет 500 тысяч, не надо этого пугаться. Не надо. Посмотрели? Хорошо, ладно. Делайте ориентир, во всяком случае, я так советую. Делайте ориентир на Keyword Inspector. Почему я так советую? Потому что есть, скажем так, положительный опыт, работая с инспектором, выводя ключи именно по количеству кликов по Keyword Inspector, есть результат, понимаете. То есть, если я вижу, что, допустим, там 20 тысяч запросов по ключу, я вывожу этот ключ, я реально вижу, что у меня пошли какие-то продажи. Я не могу утверждать, что это действительно 20 тысяч запросов, но продажи пошли, да. Чем хорош инспектор? Вот в отличие, допустим, просто от неких трекеров, куда вы вносите свои ключевые слова и просто мониторите те слова, которые вы туда внесли. Да, вы мониторите, как они повышаются, понижаются рейтинг, откатываются они назад, либо подтягиваются к первой странице, вы только лишь это. Ну, это больше для веселухи, что ли, да. Вы так смотрите, ага, вот сегодня день прошел успешно, там, у меня плюс там 200 по позициям, по всем ключам. Ну, для общей картины это хорошо, конечно, это должно у вас быть на перспективу обязательно просто. Это сохранит вам кучу времени. В отличие от таких трекеров, как I'm the one, тот же, да, вот, где мы забиваем ключевики, свои ключи, которые мы знаем, и отслеживаем их по позициям, инспектор работает не то, чтобы немножко по-другому, он кардинально работает по-другому, чем он мне и нравится. Значит, мы вбиваем асин конкурента, нам кейворд инспектор выдает ключи. Есть одна особенность, то есть, этот инструмент кейворда инспектор, это инструмент не одного дня. Не думайте, что если вы вбили асин, вам кейворд инспектор выдал ключи вашего конкурента, то бишь, это все ключи, которые у него есть. Нет. Уверяю вас, это абсолютно не так. Так, опять-таки, здесь объяснения нет, почему именно так. То есть, кейворд инспектор, он вытянет некое количество ключей у вашего конкурента и покажет вам. То есть, кейворд инспектор, это аналитический такой продукт, где нужно постоянно делать мониторинг, постоянно следить за конкурентом, каждый день заходить, каждый день инспектор может показывать вам по одному и тому же асину конкурента различные ключи. Я бы посоветовал, особенно новичкам, перед тем, как вы запускаете продукты, для того, чтобы сделать анализ по ключам, потому что, еще раз говорю, это не инструмент одного дня. Инспекторам нужно пользоваться на протяжении всего того времени, пока вы будете торговать на Амазоне. Почему? Потому что рынок постоянно меняется, мы это знаем. Какие-то ключи в тренд приходят, какие-то уходят, и за этим нужно следить. Ключи – это очень важная вещь. Порой доходит до того, что если вы грамотно настроите свои ключи, вы сделаете минимально абсолютно усилия какие-то, вам даже может не понадобиться и реклама, либо по минимуму какая-то реклама. Вы можете потратить гораздо меньше денег на эту обдираловку под названием PPC, по-другому не назвать никак. Ключи – это очень важно. Значит, что вы делаете? Собили Асин, посмотрели ключи у конкурента, сразу хочу сделать сноску. Здесь есть, значит, такая вещь, как скачивать отчеты. То есть вы, в принципе, по каждому Асину всегда можете скачать отчеты. Не надо там брать сразу все это, скачивать куда-то там, у вас все здесь в течение месяца будет. Вы всегда можете скачать этот отчет, посмотреть и так далее. Как я сказал, ключики у нас выстраиваются, значит, от большего к меньшему. Значит, что мы видим здесь? Ну, здесь, конечно, ситуация не фонтан, мягко говоря, да, там 2600 – самый большой ключ, вот, и пошло вниз. Значит, многие делают ошибку такую, они изморачиваются очень сильно. Очень сильно, что просто их путает и занимает кучу времени. Люди начинают скачивать эти отчеты куда-то, там их потом вбивать, что-то сортировать, что-то там, и у них кутаница целая в голове идет. Ребят, вот если вот так вот сделать, да, то есть вам по большому счету здесь нужна шапка. Но не надо лезть вот в эти ключи меньше 10 запросов, зачем они вам? Они вам 100 лет не надо. Вы будете месяц, два, три мониторить какого-нибудь своего конкурента. Я уверяю вас, вы за это время навытягиваете столько у него ключей там с запросами по 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500 тысяч, потому что, естественно, вы будете каких-то топов мониторить, правильно? И у него будет куча ключей. Сегодня это будут одни ключи, завтра это будут вторые. Как делаю я? Во-первых, если я вижу какой-то ключ, ну, те люди, которые работают с ключами, они их и посреди ночи, и их подыми, они все их помнят, да? Я увижу какой-то новый ключ, я беру этот ключ, копирую, захожу на Амазон и проверяю по Асину, да? То есть я беру Асин своего продукта, вбиваю, значит, в поиск Амазона, ставлю ключик и смотрю, есть у меня этот ключ или нет. Мне очень, допустим, понравился какой-то ключ, у него там 20 тысяч запросов. Мне надо посмотреть. Я посмотрел, я ранжируюсь по этому ключу, допустим, да? Я посмотрел, на каком я месте, все, замечательно. Я смотрю ключи дальше. Если меня нет, я иду к себе в кейвер, вставляю этот ключ и проверяю, начал ли он ранжироваться у меня или нет. Тоже, кстати, очень сложная тема, очень такая щепетильная тема, потому что когда мы начинаем трогать наши ключи, мы можем нарушить некую общую схему. Причем очень часто бывает так, что когда вы вставляете куда-то себе в кейворце ключ, у вас выпадают некие другие ключи, либо вообще строчка перестает ранжироваться, да? Показывает по Асину Амазону у вас черным цветом. Ну, не знаю, ладно, я сейчас не буду вбивать Асин свой. Значит, смотрите, взяли ключик, проверили по Асину, посмотрели, так, нету ключа. Зашли в кейворц, поставили себе этот ключ, проверили. Обязательно потом делайте такую вещь. Когда вы вставили себе в кейворце ключ, возьмите буквально через 3-5 минут. Ну, очень быстро Амазон цепляет новые ключи, которые ты ставишь. Проверили этот ключ по Асину, но это не все. Потом вы взяли полностью строчку, куда вы всунули этот ключ. Опять проверили по Асину, там все просто. Еще раз объясняю. Сначала Асин, потом ключ. Либо сначала Асин, потом вся строчка из кейворцев. Если у вас вот тут, вверху, в левом углу, там все будет черным, да, значит, ну, это плохо. То есть, не ранжируется там строчка, либо ключ какой-то. Если будет таким, ну, розовым что ли, я не знаю, да. То есть, это хорошо. Значит, ключик ранжируется. Значит, что вы делаете? Проверили ключ по Асину, потом обязательно проверяете полностью строку по Асину. Если вы видите, что до того, как вы вставили этот ключ себе в строчку в кейворце, у вас строчка ранжировалась полностью, но после того, когда вы вставили этот ключ, а перед этим вы его проверили, что он ранжируется у вас, и вы проверили строчку, и строчка перестала ранжироваться, что вы делаете? Вы просто начинаете из этой строчки по фразе, да, проверять, какая же из них фраза выпала. Что с этим можно делать? Бороться с этим можно. Значит, есть два варианта. Либо у вас уже просто идет перенасыщение по фразам, потому что, как я понял, у Амазона тоже по категориям есть определенное количество фраз. Допустим, на моем прошлом продукте мне спокойно Амазон давал вставить в ключевые слова 5000 фраз. Ой, извиняюсь, 5000 символов. На нынешнем продукте моем я больше двух ставить не могу. Ну, не ранжирует меня Амазон, и все. Это первое. Во-первых, вы можете вылезти из вот этого лимита. Второе. По каким-то необъяснимым причинам просто Амазон перестает ранжировать несколько фраз в вашей строчке, да. А вот эту фразу он ранжирует. Вам нужно найти, что он перестал ранжировать из этой строчки, и что вы с этим можете сделать. У вас, как вы все знаете, есть в кейворцах пять строчек, да. Пять строчек, куда вы можете вписывать свои кейворцы. Пробуйте менять местами. Возьмите эти фразы, которые перестали ранжироваться, и пробуйте их вставить куда-то в другие строчки. Причем здесь пробовать нужно в начало вставить, в середину, в конец. И так или иначе вы словите то место, где у вас начнут ранжироваться эти фразы. Но всегда в итоге, когда вы уже думаете, что вы все сделали, проверьте все пять строчек на то, чтобы они ранжировались у вас на Амазон. Очень важно, с ключами там, конечно, целая проблема, там очень тонкий такой инструмент, это отнимает очень много времени, но, уверяю вас, оно того стоит. Почему я всегда говорю фразы, 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 фразы? Потому что, ребят, для ключевиков, также вот для инспектора мы видим, да, нам практически всегда кейворд-инспектор показывает некие фразы. Очень редко, когда мы встретим какое-то одно слово, это ключ. Есть такие ключи, но они встречаются крайне редко. Так вот, запомните, фразовое соответствие, это очень важно. Не бойтесь повторений. Вот еще раз говорю, некоторые там учат, значит, если у вас есть в листинге, там где-то в description, в title, в bullet, значит, у вас есть фразы, их можно в кейворце не ставить, они у вас и так есть. Нет, это не так, ребят, обязательно придерживайтесь фразы. Будет у вас повторяться, там, допустим, слово молоток 10 раз в кейворцах, значит, пусть повторяется, потому что ключи могут быть такие, там, молоток какой-нибудь для гвоздей, да, потом может быть, там, молоток по дереву, что-нибудь такое. Везде есть слово молоток, но это не важно. Важна сама фраза. Молоток по дереву и молоток для гвоздей. Есть спорные варианты, там, ставить запятые, не ставить. Скажу так, я ставлю. Почему? Потому что в этом варианте, да, это занимает лишнее место, эти запятые, я согласен, но, поймите, у вас идет четкое разграничение между фразами. То есть, если написать в одну фразу молоток, зеленый молоток, красный молоток, белый для гвоздей, еще что-то, у вас все равно это идет одной строкой, через, все пишется через пробел и четкого разделения фраз у вас нет. Оно может схватить молоток черный, а потом у вас идет молоток красный, оно возьмет молоток черный молоток, допустим, да, что-нибудь такое. То есть, запятые тоже важно. Были даже случаи, когда я ставил ключи, вроде бы, по базе, ну, я проверяю, ключ ранжируется, но когда я начинаю искать в поиске, я не могу найти ни в одной категории. Вот тоже это одна из загадок таких Амазона, почему так? Так, вроде бы, он ранжируется, но найти его невозможно, пролистываясь все страницы, все категории, почему-то нет. А вышел я из этой ситуации, я тогда запятых не ставил. Я потом мучился-мучился, и в итоге поставил просто запятую после фразы, и тут же я начал показываться по этой фразе. То есть, меня это убедило все-таки, что запятые нужны. Значит, это что касается ключей. Немножко объясню вот здесь по функционалу. Здесь мы видим саму фразу. Вот идет у нас фраза, как я говорил, снизу вверх. Вот здесь, вот это показывает у нас количество запросов. Еще раз говорю, не думайте, что это правильно. Это точно будет неправильно, но, тем не менее, на это ориентироваться можно и стоит. Вот эта графа, да, у нас показывает ваше место в поиске на Амазоне. Опять-таки, тоже может врать, но, уверяю вас, более-менее точную картину вы здесь получите. По-любому, может немножко отличаться, там, если оно показывает 16-е место, вы там будете на каком-нибудь 20-м, либо наоборот на 10-м. Но, опять-таки, оно же обновляется один раз в день, поэтому, может быть, на тот момент вы действительно были там на 16-м месте, стали на 10-м. Это некое катастрофическое. Здесь показано количество продавцов, что ли, по этой фразе. То есть, вы можете ориентироваться. Я вот объясню, почему потом вот эта строчка, она тоже на самом деле важна, и на это нужно обращать внимание. Особенно тем людям, которые только запускаются на Амазоне. То есть, вот немножко я так приоткрою за занавес, ну, тайну такую, что ли, небольшую. Как же поступать новичкам, как раз-таки, при помощи Keyword-инспектора, когда они запускают там новый товар свой какой-то. Потому что, согласитесь, там куча становится проблем, таких как конкуренция, демпинг, и ты не знаешь, что же мне делать. Вроде привез товар, а тут 10 или там 100 архаровцев хотят вырваться на первую страницу, и цены ставят там просто в плинтус, ее вбивают. И ты думаешь, господи, а как же мне продаваться, что же мне делать. На самом деле, есть выход. Есть. Я сам такой методикой пользуюсь. И хочу сказать, она рабочая и очень классная на самом деле. Это количество продавцов. Ну, вот это можете даже не обращать внимания. То есть, это так. Рабочный эффект. Тут как бы отдельные фразы по рейтингу показывают. Это ладно. Это мы опустим. Значит, теперь вот этот небольшой такой секрет. Особенно для запуска нового товара. Еще раз повторяюсь, мы привезли товар. Значит, когда мы его заказывали, мы там видели, да, там мало конкурентов. Цена вроде бы нас устраивает. Там все дела. Пока мы собрались с мыслями, заказали, привезли. Тут подтянулись уже продавцы. Ребята там убили цену просто напрочь. Причем они ее поднимут потом. Они просто хотят выбраться на первую страницу в поиске. И вот вы хороший человек. Заходите с товаром. И понимаете, что если вы поставите такую цену, вы улетите в такие минуса, что не захотите просто больше потом заниматься этим бизнесом. Что же нам нужно делать? Так вот, запомните. Keyword Inspector это не только инструмент для того, чтобы вы взяли своих конкурентов, вбили их асины, значит, и начали их мониторить. Да, это нужно делать. Это отдайте на это там 80% своего времени по работе с инспектором. А вот 20% отдайте немножко на других, скажем так, людей. Тоже ваших косвенных каких-то конкурентов. Значит, привожу пример. Вы, понятно, да, взяли всех топов своих, вбили сюда, мониторите их там месяц, два, три. Все смотрите, вытягиваете потихоньку ключи, у вас все хорошо. Но возьмите товары с каких-то схожих ниш. Вот как раз таки, что нам позволит избежать вот этой колоссальной конкуренции не потратить там миллионы долларов на рекламу, либо тем же индусам или пакистанцам, чтобы они вас там выводили по топовым ключам, по вашим основным на первой странице, и вы будете думать, что вы сразу начнете продаваться. Не начнете. Сплошь и рядом людей выводят по основным ключам на первой странице, и ничего у них хорошего из этого не получается. Не так работает Amazon. Там по одному ключу вывелен, и все. Это редкий случай на самом деле. Вы должны немножко по другой методии идти. Значит, смотрите, опять-таки возьмем молоток. Вот у вас есть молоток. Зачем? Вам прям сходу, у вас нет отзывов, у вас ничего нет, вы только привезли этот товар. Как вы можете конкурировать с кем-то? Да никак. Убивать цену в пол, запускать там по 200-300 долларов в день рекламу, и вот тогда что-то у вас там начнет двигаться. Вот этого делать не нужно. Значит, у вас есть молоток, вы зашли на Amazon, вы нашли артвертку, допустим, да? Вы нашли какой-то гаечный ключ. То есть это тоже инструменты. То есть я думаю, ход моих мыслей вы понимаете. Это соседняя ниша, но они похожие, понимаете? И я вас уверяю, что вы найдете по такому принципу таких людей, такой товар, некий схожий с вашим, да? Где как раз-таки ваших молотков там либо вообще не будет, либо их будет очень мало, очень мало. Потому что, смотрите, когда вы начинаете вариться по основному ключу, вот в этой каше, да, там, в каком-то, слово молоток, и вы там варитесь, это очень сложно. Там конкуренция сумасшедшая, цена убита, все друг на друга лезут, и невозможно просто. Вы заходите просто, ищите, значит, по асинам с схожих ниш, допустим, как я говорю, отвертка, да? Еще там что-то. Вбиваете сюда эти асины и начинаете вытягивать у них кучи. Вот теперь мы заострим внимание на количество продавцов. Вам нужно будет, и вы найдете это. Я уверяю вас, в каждом товаре, в каждой нише есть такие ключи. Поверьте, вот сам бы не это, я если бы не проходил, я бы не утверждал это. Вам нужно найти такие ключи, которые... Не надо вам высокочастотники, хотя по инспектору попадаются и высокочастотники. Так вот вам из соседних ниш нужно найти такие ключи, которые будут хотя бы среднеочастотники. Ну что такое среднеочастотники, там 10-20 тысяч, да, скажем так, 7-6, ну это тоже пойдет, это нормально. Но логику только немножко включайте. Если вам инспектор показал ключ, в котором там 10 слов, такая фраза, и там написано 30 тысяч, ну такого быть не может. Ну не будет 30 тысяч человек искать по фразе, там, состоящей из 10 слов. Вы находите какую-то фразу, 2-3 слова, да, просто по логике понимаете, что вот эту фразу реально люди могут искать. Что вы делаете? Вы заходите на Амазон лучше всего. Здесь вы ориентировочно смотрите вот эти цифры. Если вам здесь показывают 1060, ну это примерная цифра. Вы понимаете, в принципе, конкуренция здесь небольшая, продавцов немного. Для чего это нужно? Вы заходите на Амазон, вбиваете, допустим, вот эту вот фразу и смотрите вверху сколько продавцов по этой фразе. Вы видите, что, допустим, по этой фразе у вас 10 тысяч кликов, да, то есть вам показывает кеймурт инспектор. Она вам подходит, эта фраза. Вы зашли, посмотрели, ага, 200 продавцов всего лишь по этой фразе. Скажите, вот гораздо же проще продвинуться по такому ключу, когда всего лишь 200 продавцов. Вы видите, что здесь 10-20 тысяч запросов у вас. Конкуренции там, ваших молотков абсолютно нет, но ниша схожая. Там отвертки продают. Но ведь мы же люди, да, немножко судите по себе. Если я пришел за отверткой, вот я мужик, пришел купить отвертку. Я вижу, такой классный молоток продается, о котором я там мечтал всю жизнь. Я тоже такое хочу, да. И он с этой отверткой возьмет, купит у вас ваш молоток, понимаете. Во-первых, вы в этом варианте не убиваете цену в полк. Вы один там, вы прекрасно себя чувствуете. То есть там нет такого, что покупатель зашел и 800 молотков по цене 10 центов. У него глаза разбегаются, и он, естественно, ваш молоток не купит в этой каше. Он пойдет и купит у кого тысячу отзывов там, и вот там он купит, но не у вас. В этом варианте у него глаза не разбегаются. Он видит один ваш молоток, конечно, можно сказать, что он может забить опять в поиск молоток и посмотреть. Ребят, ну, это можно сказать, но на самом деле так не происходит. Немножко там другой менталитет, ему понравилось, он купил, да. Значит, для чего это делается? Я не обещаю вам, что именно по этой фразе у вас там пойдет куча продаж, но вам это и не нужно. Запомните, если вы нашли один такой ключ, вставили себе, вам хотя бы зацепить один-два товара в день по этому ключу. Важна органика. Если вы зацепите органику, я это называю лестничным пролетом, когда мы поднимаемся по одной ступенечке вверх. Вы забьете себе минимум там две тысячи символов, у вас будет стоять куча фраз. Эти фразы будут низкочастотники, среднечастотники и высокочастотники. Если вы по какому-то ключу цепанули органику, какая ситуация у вас происходит? То есть Amazon работает таким образом, органика влияет на все ключи, абсолютно на все, в большей либо меньшей степени. На высокочастотники меньше, на низкочастотники больше. То есть если органика цепанулась у вас по какому-то ключу, то в итоге у вас за счет органики начнут подтягиваться абсолютно все ключи. Что-то больше, что-то меньше. И соответственно сначала вы зацепите низкочастотники, потом эти низкочастотники зацепят у вас среднечастотники и так по возрастающим. Понимаете? Самое важное цепануть органику. Так вот вы в этой соседней нише по одному, двум, трем ключам, вы их найдете. Спросите, как же продвинуться по этим ключам? А вот здесь даже деньги платить никому не нужно, никаким индусам, ни пакистанцам, никому. Потому что мы знаем, что продавцов там реально мало. Что мы делаем? Ну не кривя душой, думаю, что абсолютно все делают раздачи. Это делают все. Кто-то там на Томасоне, кто-то там еще где-то. Но это уже дело каждого. Соответственно заходите в Вайм Зе Ван, если вы делаете на Томасоне. Давайте такой самый легальный вариант возьмем. Понятно, что там как бы нельзя там отзывы, но пишут отзывы, все нормально. Вы заходите в АМЗ Ван, где можно делать Супер УРЛ. Буквально в двух словах, если кто-то здесь не знает, зачем вам нужен Супер УРЛ с АМЗ Ван, потому что он там динамический. Без динамического Супер УРЛ никакого продвижения у вас не будет. То есть что такое динамический Супер УРЛ? Это когда человек нажимает на ссылку и каждый раз он переходит как будто бы по новой ссылке на товар. Каждая ссылка у Амазона там пронумерована. И от того, что вы просто там по ссылке будете заходить на товар, то есть Амазон вас поднимать не будет. Это будет, хоть сто раз вы перейдете, будет считаться как один раз. А вот уже динамический Супер УРЛ, он выдает каждый раз новую ссылку каждый раз. И действительно, только что проверил, только что я это вот проверил, еще раз взял сам. Действительно, я там с восьмой страницы буквально на Томасоне 10 товаров раздал через ссылочку АМЗ Ван. Да, и даже, по-моему, с восьмой страницы я почти на первую перелетел. А всего лишь-то, даже не 10, 8 товаров. Вот. Значит, смотрите, как же вам выбраться на эту первую страничку по этому ключу, по которому вы хотите. Естественно, будете делать какие-то раздачи. Ну и можно, конечно, там всех друзей попросить весь лист положить и так далее. Но если вам нужны отзывы, сделали Супер УРЛ, пошли на Томасон, либо по своим знакомым, как вам будет удобно. Вот. Они будут заходить по этой ссылочке, они будут покупать ваш товар. Обычно хватает 5-10, ну максимум там 15-20 товаров, чтобы вы вообще в топ залезли по такому ключу. Это очень быстро делается, очень мало продавцов. Это такие, знаете, ключи уникумы что ли. Их очень тяжело найти, но их реально найти, если вы их... Вы их найдете. Это главное задаться целью. Вылезли на первую страничку и смотрите. Раз, продажа органика пошла. Вторая там продажа пошла. И вы заметите, что день от дня у вас становится больше продаж. Потому что вот эта органика, она по-любому начала подтягивать ваши уже среднечастотники. По среднечастотникам продаж идет больше. Но не сетуйте именно на одни эти ключи. Собрали 3-4 отзыва, 5, лучше 5. Запустили PPC, хотя бы автомат. Пусть он работает потихоньку, не надо там баснословные суммы ставить. Но у вас немножко, не немножко, а хорошо, если пойдут продажи по PPC. Будет двигать PPC плюс вот эти низкочастотники. И уверяю вас, вы довольно быстро выйдете на тот уровень, который запланировали. При этом не варясь в общей каше, не убивая цену в плинтус. Вот это я считаю очень важно. Мы же все сюда пришли зарабатывать деньги. А не платить Амазону за рекламу и продавать свой товар ниже его себестоимости. Лишь для того, чтобы мы зашли куда-то на первую страницу. И у нас товар не покупают. Вот я вам честно скажу, я зашел на своем последнем товаре именно по такой методике. Я продавал свой товар в два раза дороже, чем мой топовый конкурент, у которого там 800 отзывов. Но есть одно но. Вы должны, конечно, товар сделать, я не знаю, не на голову выше. Так это не работает. Что вы взяли, положили бонус к себе в коробочку какой-то и думаете, что у вас товар там круче. Нет, это не так. Если всегда заходите с товаром на три головы выше, чем у самого крутого человека, придумайте, землю ройте, но придумайте так, чтобы сделать. Почему это важно? Потому что если вы зайдете лишь на голову выше, чем там самый хороший товар, я вас уверяю, через месяц, через полмесяца придет человек, который вас переплюнет на две головы, и вы уже будете неудел. Поэтому всегда делайте запас. Видите товар, сделайте его в пять раз круче, положите, если там один бонус у конкурента лежит, придумайте еще два бонуса, туда всуньте. У вас все это потом окупится. Уверяю вас, люди там, они смотрят на качество, они смотрят на все. Вот оформление коробки, что за товар, функционал, как он работает, чем больше там фишек в товаре, тем лучше покупают. Это все проверено, перепроверено. Поэтому сделали такой товар, это вот, наверное, один из китов таких, потому что все вот эти, вот эта вся метода, которую я вам только что рассказал, да, она абсолютно будет бесполезна, если вы зайдете на рынок с товаром, но который никому не надо и который сделан абы как. Вот просто так, да, вот сделал, да сделал и все. Вы понимаете, что вы неконкурентно способны. Ведь в чем прелесть вот этой методики? То есть прелесть в том, что когда вы сделали крутой товар, реально крутой, фотки крутые, даже в тех нишах, где продают абсолютно, вот как я говорю, да, продают отвертки, понимаете, ваш товар, он будет там блестеть просто людям. Ну мы же визуалы все люди, да. Все мы люди-человеки-визуалы. Мы смотрим, нам нравится, мы хотим, понимаете. Так вот, ваша задача, вот в этой неконкурентной нише, в какой-то соседней нише выставить свой товар, чтобы люди захотели его, понимаете. И они будут его покупать, потому что он классный, но вы будете вне конкуренции, там никого нет. А к моменту, когда вы уже спокойно сможете по своему основному ключу вылазить там на первую позицию, опять-таки вполне возможно, что вы без каких-либо сторонних действий сами вылезете по основному, как это произошло у меня. Я ничего не делал для того, чтобы вылезти в топ-10 там по основному ключу, понимаете. Ничего не делал. Именно вот эта лестница, да, вот как я говорю, лестница, она подтянула мой основной ключ со временем практически в топ-10. Я не потратил ни копейки, вот чтобы специально по основному ключу вылезти. И именно эта лестница, она мне помогла сделать. Поэтому делайте хороший товар, и это вам точно уж поможет. Денег не жалейте. Там на коробку, на дизайн, на фотографии не надо. На это листинг закажите. Ну не знаете вы английский. Не надо делать вот этот, знаете, метод. Я там у конкурента одного кусочек украл, у второго, у третьего, у пятого, и вот у меня листинг. Ребят, не катит это, не прокатит, уверяю вас. Это не работает. Я сторонник все-таки того, каждый должен заниматься своим делом. Есть на том же файвере там куча классных ребят, которые написали по две, по пять тысяч листингов, которые собаку на этом съели, да. Зайдите, заплатите им там 100 долларов, они вам прям с анализом там конкурентов, с чем хотите. Они прям проанализируют ваших конкурентов и напишут лучше, чем у них листинг. Ну они это сделают грамотно и так, как нужно, да. На это деньги не жалейте, потому что потом, уверяю вас, потратите больше. Когда вы будете биться в конвульсиях, почему же мой товар не продается, искать все эти причины и будете тратить, там опять фотки переделать, листинг переделать, там кто-то переделать. Ой, а я товар еще плохой сделал. Ну делайте сразу все хорошо. И вот Keyword Inspector вам, если у вас товар действительно будет классно сделан, и вот по этой методике то, что я вам рассказал, он вам действительно очень поможет продвинуться, понимаете. И будет вам счастье. Так, что я еще не рассказал? Что я еще не рассказал? Да вроде бы так с большего, чтобы было понимание. Но еще раз вот хочу заострить внимание, то что, ребят, обязательно пользуйтесь постоянно Keyword Inspector в плане того, что это не инструмент одного дня. Keyword Inspector, он здесь нужен мониторинг. И для новичков, в принципе, как и для бывалых ребят, которые там везут товар, за недели-две заходите в Keyword Inspector, вбивайте Асин, для чего это нужно. Вы знаете, что через две недели придет ваш товар, да? Не надо это делать за год, потому что рынок меняется, как я говорил, ключевики то появляются, то пропадают и так далее, да? Поэтому это лучше сделать за недельки-две, перед тем, как ваш товар придет на Амазон. Вы заходите в Inspector, вбиваете Асин и начинаете мониторить своих конкурентов и ребят соседних ниш и так далее. За эти две недели вы прекрасно уже соберете себе базу тех ключей, по которым вы хотите продвигаться со своим продуктом. То есть за две недели у вас уже некое понимание будет. И когда придет товар каждый день, не заходите сюда по 10 раз на день. Не смотрите, поменялось, не поменялось, нет. Допустим, там, в 7 вечера по Москве, да, вы зашли, посмотрели, то в следующий раз заходите тоже в 7 вечера. То есть не надо заходить тут через 5 минут и думать, что что-то, вы наоборот сделаете плохо. Один раз в день зашли, вытянули те ключи, пробежались по Асинам, вытянули те ключи, подставили. Значит, в Асин проверили, ага, ключа такого нет. Возьмите, создайте текстовый документ, да, текстовый документ. Ключик вытянули, вписали его туда. В текстовом документе написали ключ, на какой странице находится позиция по этому ключу у вас и в конце количество продавцов. У вас соберется под конец штук 50-100 этих ключей в текстовом документе. Вы их, в принципе, можете либо в текстовый, у кого нет I'm the one, да, то есть трекера для отслеживания позиций, либо сразу же забиваете в I'm the one и у вас там идет статистика по этому ключу. Не надо брать кучу вот этих, там делать себе вот этих файлов, там с аналитикой скачивать, где оно все показывает. Вы больше запутаетесь. Вам нужно собрать костяк, то есть те ключи, по которым вы будете продаваться на Амазон. На всю вот эту лабуду, на вот этот бред, который здесь же полистать, тут их могут быть тысячи этих фраз, да. Это не говорит о том, что тысяча ключей забита у этого асина. Нет, конечно. Просто Амазон делает ротацию с ключами, то есть он составляет, там, допустим, берет слово сначала там первой строки в кейворцах с каким-нибудь пятым словом в четвертой строке, да, либо там с последним словом, и составляет из этого фразу, и появляется, соответственно, фраза, и вам показывает кейворц-инспектор. Еще один колоссальный плюс инспектора, это то, что вы никогда бы в жизни не догадались, что есть такие фразы, в принципе. Он вам показывает такие фразы, что порой там удивляешься, а вот точно же, слушай, вот почему я там раньше не додумался там, или я бы в жизни до этого не додумался, что есть такой ключ. Вот это кардинальное отличие от трекеров, где вы сами вбиваете ключи и смотрите их по позициям. Здесь вас, вам, ключи вытягивает сам инспектор, вот, и вам не нужно думать, что там за ключи какие, то есть вы, у вас все готово. Только мониторите, только делайте анализ, заходите каждый день, проверяйте, доставайте новые ключики, вписывайте себе в текстовый документ, либо в I'm the one, сразу делайте такие вот наброски, шаблоны. То есть если вы будете этим заниматься, вам это будет просто потом. Это поначалу тяжело, там можно запутаться, можно, ой, как это все сложно. Нет, это не сложно, тут ничего сложного нет. Когда вы ключиков 20-30 так сделаете, у вас это уже в голове на автомате отложится, и будете это щелкать, как орехи. Есть еще один нюанс, не пугайтесь того, что вот ко мне люди обращаются с вопросами такими. Я забил свой асин, а свой асин обязательно забивайте и смотрите, что у вас происходит. Я забил свой асин, я точно знаю, что у меня там 2-3 ключа хороших, я там на первой странице, ведь кейворд инспектор, если вы вот заметили, ну это какой-то анонс, 40-ое место показывает, да, в поиске. Он обычно показывает первую страничку, там до 20, да, там 20 максимум. Так, сбился с мысли, что хотел сказать. А, значит, человек, значит, вбивает свой асин и думает, что ж такое, я там точно знаю, у меня 3 ключа из очень хороших, там 20 тысяч запросов, а он заходит неделю и у него ничего не меняется. Вы знаете, здесь какого-то однозначного ответа нет, почему так, но это действительно присутствует. Вы точно знаете, что у вас есть ключи, которые должны, по идее, вот тут в топе прям стоять, инспектор должен показать, но вас почему-то там нет. Я все-таки склоняюсь к тому, что это связано с тем, что должны быть какие-то телодвижения по этим ключам, должны быть какие-то продажи, чтобы инспектор их увидел, понимаете. Я вот к этому варианту больше склоняюсь, потому что другого объяснения я не вижу. Вот когда там идет какое-то телодвижение по ключу, инспектор его хватает и говорит, вот смотри, вот этот ключ, вот там такая-то позиция. Не пугайтесь того, что вы вбили свой асин и вы не видите какие-то ключи. Вы сегодня этого не видите, вы, может, завтра это не увидите. Вы, может, это увидите через неделю, через две. Еще раз говорю, он как-то очень своеобразно выставляет ключи и показывает. Такая же ситуация и по конкурентам. Все сразу вы не увидите, вы можете увидеть там за месяц, за полтора, да, его все ключики, по которым он когда-либо был на первом месте. То есть все это вам кейворд-инспектор покажет. Поэтому не расстраивайтесь, делайте аналитику, смотрите, заходите, пользуйтесь. Ну, я не знаю, вроде бы все, что хотел, я рассказал, объяснил. Я понимаю, что многое может быть непонятно. Извиняюсь, если получился какой-то каламбур. Очень хотелось донести вам информацию. Но я тут, пожалуйста, задавайте вопросы. Я думаю, разберемся, если что-то непонятно. Так, ждем вопросов теперь. Прошу заметить, что на кейворд-инспектор, к сожалению, нет никаких рефералов, ничего. Это чисто от, так скажем, от чистого сердца. Никакой рекламы здесь нет. Ребят, я вот просто божьими законами. Не потому, что я там какую-то выгоду. Это правда. Просто поделился своим опытом. Я буду очень рад, если это вам поможет просто по-человечески. Ну и потому, что специально я приглашаю людей, действительно, которые по своей специфике занимаются разными направлениями. То есть я показываю разницу в том, что мой подход, Денис Сулимченко, например, Сергея, еще другие люди. Например, Сергей по пейпер-клику нам рассказывал. То есть именно я показываю, что Amazon можно двигать товар с одинаковым результатом по-разному, абсолютно по-разному. И это действительно такая история. Совместить это все вместе в едином, так скажем, порыве, наверное, даже будет сложно и бессмысленно. Но в любом случае тактик очень много разных. И люди добиваются результата с различными тактиками. Из-за этого не надо себя вгонять в какие-то рамки, надо пробовать. И действительно с минимальными затратами. Все для этого делается. Минимальный затрат. Это бизнес. Мы не занимаемся здесь, вот как в том ролике, то есть вот этой вот фигней из-за этого. Такая вот история. Задавайте вопросы по кейворду, может быть, по стратегии продаж, например. То есть вот у Сергея, говорю, у него исключительно своя стратегия продаж. То есть он считает вот именно так. Из-за этого, мне кажется, очень интересно будет пообщаться. Да, ребята, пожалуйста, обращайтесь. Спрашивайте. Ну, это у Дениса нужно спросить, будет ли запись. Я думаю, обязательно. Запись, конечно, да. Она автоматом всегда будет. Вот. Она автоматом выкладывается. Все записи по лайвам, чтобы было удобно. Находится в Facebook вот этой страничке. Валентин, я извиняюсь, Денис, извини, что перебил. Вот вопрос, стоит ли вписывать ключевики в название? То есть в тайтл, да, Валентин, имеете в виду? Так, как проверить, ранжируется ли товар ключевику? Сейчас я отвечу на вопрос Валентина. Валентин, если это тайтл все-таки, то да, стоит. Но, в принципе, я считаю так, что тайтл, он должен нести какую-то бомбовую информацию, понимаете. Вы в тайтлах, потому что первое, что видит человек, это ваш тайтл, да. То есть там должна быть какая-то мега полезная инфа, та, которая цепляет. Если это ваши непосредственные там ключевики, прям прямые, да, то, конечно, прям спереди их пишите. Ну, естественно, сначала там свой бренд, потом ключи. Но всегда тайтл старайтесь не просто всунуть туда вот. У вас есть там 10 ключей, которые вам по зарез нужны. И вы прям там каламгуром пытаетесь их всунуть в тайтл. Не нужно этого делать, уверяю вас, ключевики одинаково будут ранжироваться. Либо они у вас будут стоять в кейворцах, либо они будут в пулетах стоять, либо в дескрипшене будут написаны, либо в тайтле. Поэтому лучше всего сделайте тайтл максимально, чтобы инфа цепанула покупателя. Вот вам нужен такой тайтл, понимаете. Там все укажите плюсы и так далее. А не то, что всунуть туда просто все ключи свои взять, потому что вот мне их надо. Нет. Чтобы буллеты проиндексировать, надо менять слова, не вставлять лишних символов, и все они будут у вас все пять индексироваться. Просто надо работать с ними. Переставлять, менять, изменять. То есть какое-то слово мешает, какой-то символ мешает. Всегда, да, я вот немножко дополню, всегда, если у вас что-то не индексируется, поверьте, я всегда находил выход из такой ситуации, лишь только тем. Да, это отнимает какое-то количество времени и нервов, уверяю вас, это не так все просто, но просто вот здесь как раз таки от перестановки мест слагаемых суммы меняется. Это точно могу сказать. Ищите места, куда вы можете всунуть эти ключи. Уберите из буллета, всуньте их в description куда-нибудь. Уберите из description, всуньте там в keywords, то есть меняйте местами. И вы найдете то место, где они будут ранжироваться на Амазоне. Найдете. Это рутинная работа, которую надо делать руками. Тут важный момент, правильно? Хороший вопрос. Не перетошлись, главное. Значит, сначала Максиму отвечу. Если использовать ключи из смежных категорий, их надо в description вставлять. Вы знаете, я не заметил прям кардинально так, чтобы это влияло, что вот если вы вставили в keywords ключ, что прям нужно вставлять этот ключ в description, чтобы он начал ранжироваться. За всю бытность, поскольку я проводился с ключами, у меня было лишь несколько всего лишь таких случаев. когда мне приходилось вставлять ключ в description, потому что просто, когда я вставлял в keywords ключ, он почему-то не ранжировался. Но это единичные случаи. Как правило, хватает вставить просто ключ в keywords и все будет у вас хорошо. Но не забывайте, что, конечно, если вы продаете молоток и хотите вставить ключ липовый мед, то, конечно, он у вас не встанет. Вот особенно как-то в последнее время Amazon начал за этим следить, чтобы не было вот этого каламбура, что в липовом меде будут продаваться, я не знаю, резиновые женщины какие-нибудь. Да, что у вас такое? Нет. Так тоже не прокатит, мягко говоря. Ключи, если уж это какие-то соседние ниши, то они должны хотя бы посленно относиться к вашему товару. Понимаете? Допустим, либо, я не знаю, там, самолетик и воздушный змей. Вроде бы товары разные, но направление одно. Ну, вот такие ключи они пойдут. Ну, для книжного бизнеса я не знаю, честно говоря, книжным бизнесом я не занимаюсь, мне это неинтересно. А мне кажется, что вот такая метода, она будет работать абсолютно для всего. То есть, ну, если здесь у нас есть молоток, есть отвертка, есть гаечный ключ, то так же и там, я думаю, найдется куча всего. Да, книжки, там, журналы, там, какие-нибудь, я не знаю, там, еще что-то, ну, что-то похожее. Ну, почему нет? Товар он и в Африке, товар, наверное. Единственное, что вам просто нужно, это немножко понять и немножко логику тоже включить, потому что, ну, куда без логики, то есть, ну, это будет понятно. Этим просто нужно заняться. И через какое-то время вы прекрасно будете ориентироваться. Ах, да, спасибо, спасибо, действительно. Ну, немножко каламбура тоже было, но ничего. Бренд в тайтле обязательно писать, где в начале или в конце. Бренд лучше всего пишите в начале, потому что, опять-таки, вот, последнее время тоже Амазон за этим следит, как бы, и порой очень часто просит людей, если у них нет. Это, конечно, не попадает под статью, там, расстрелом, но, тем не менее, там, предупреждения вам вынести могут точно. Поэтому лучше напишите сразу в начале бренда, потом. Еще от категорий зависит, от того, там много чего нельзя. Нельзя на фотографиях, там, какие-то делать, там, водяные знаки там ставить, там, еще что-то, бренды свои писать. Однако все это дело. Все мы под Богом живем, да, поэтому. Но лучше пишите. Я лично пишу главную фразу, потом «buy brand». Можно и так. То есть я именно показываю, на что, стараюсь показать, на что сделать упор, тот ключ основной. Если оптимально можно бренд назвать этой ключевой фразой, то «убийц» можно было взять с одним выстрелом. Вы знаете, скажите вашу методику по PPC. На самом деле, никакой методики нет. Все очень тривиально и просто. Запускается автомат, да, гоняется там. В принципе, автомат гоняется всегда. Я автомат не выключаю практически, потому что… Ну, автомат – дело хорошее. Тем более, на теперешнем моем продукте у меня автомат там играется с окосом там в 13-14 процентов. Я считаю, для автомата это замечательный окос. Потом просто берете, вытягиваете с автомата ключики, по которым были у вас продажи. Вот здесь уже посложнее немножко, да. Потому что эти ключики, которые вы вытянете, не факт, что вы… Во-первых, там нужно цену за клик славить. Ведь не просто все, что вы вставили ключ, вам есть предложенная цена от Амазона за клик, и прямо вот вы поставили эту цену, и все хорошо, нет. Вы можете потратить кучу денег, пока вы словите именно… Тем более, если это борт какой-нибудь, широкое соответствие, да. Вам нужно словить ту цену за клик, где у вас действительно на Амазон начнет цеплять те ключи, по которым будут продажи идти. Опять-таки, не факт, что у вас по тем ключам, которым были покупки в автоматическом PPC, они у вас будут по ручному PPC, да. То есть, когда вы выставите там соответствие фразовое, точное, борт, не факт, уверяю вас. Они в автомате были, а потом еще нужно провести большую работу, чтобы эти ключи правильно настроить в ручном режиме, выставить широкое, точное, фразовое, по какому соответствию лучше этот ключ пойдет, выставить цену за клик, словить эту цену, да, потому что там очень рутинная работа, требует, блин, финансов много. Короче, PPC вообще это зло, с одной стороны, но с другой стороны без него тоже никуда. Да, то есть, это очень индивидуальная такая вещь. Ну, ты вот как запускаешь? Ты вот автомат запустил, выдернул оттуда фразы, пускай даже по нормальной цене, потом ты запускаешь, так понимаю, фразовое соответствие, правильно? Я потом ставлю, Денис, я ставлю все эти ключи, я ставлю по трем соответствиям сразу. Я ставлю по трем соответствиям, я не гоняю несколько недель, зачем мне тратить деньги? Оно, в принципе, два-три дня и понятно. Я посмотрел, так, в точное соответствие, вот прям живой пример, как я говорю, вообще никак не идет, так вот сумасшедший там, то есть, я вообще выключил, вот выключил и все. Я фразовое смотрю, почему фразовое у меня плохо сработало, потому что у меня было много ключей, которые действительно уже состоят из фраз трех-четырех слов, и согласитесь, по-фразовому тяжеловато там, оно уже фразовое такое длинное, да, и особо там... Ну, короче, ты хочешь сказать, если короткий ключ, то фразовое подходит, если длинный ключ, то есть два-три слова. Нет, это все опять, это все проверять. Фразовое у меня тоже не очень пошло, я его тоже отключил, мне понравилось широкое соответствие. Я нашел ту идеальную цену за клик, по которому у меня хороший окос, да, то есть я, допустим, добавил... Подождите, мало того, что я в PPC ставлю те ключи, которые на автомате, да, которые я вытянул из автомата, у меня же есть куча фраз и ключей по инспектору, которые я ой как хочу проверить по PPC и посмотреть, что же будет. Я плюс ставлю вот эти ключики и тоже их проверяю и запускаю. Просто со временем потом что-то вы поставите на паузу, что-то у вас будет работать дальше. В итоге, вот при помощи такой работы, вы в любом случае свой окос сделаете более-менее приемлемым, что-то отключите, что-то наоборот повысите, что-то еще добавите. То есть, ну это тоже работа, которая требует постоянного постоянного участия. По поводу вот этих вот осинов, которые вылазят, а что плохого? То есть люди зашли на один товар и на вас потом перешли и, соответственно, клацнули. Вопрос, покупки делают они или нет. То есть здесь с этим как бы бороться смысла нет. Надо посмотреть, наверное, где они находят, особенно если часто повторяющиеся вот эти осины. Надо посмотреть, что за конкурент и подумать, в чем у него проблемы, в чем у вас преимущество перед ним. Да, если PPC показывает набор символов, это осины. Я по незнанию когда-то испугался, вообще думаю, что же такое, как это я плачу деньги, непонятно, вот мне тут какие-то каляки-маляки показывают. Что это такое? Оказывается, все просто. То есть вы же рекламируетесь по PPC тогда, когда человек заходит на вашего конкурента, смотрит его товар и тут же видит по рекламе ваш товар. И он с его осина переходит на ваш товар, ему нравится больше, он делает покупку. По факту он с вашего конкурента, с его странички, он купил ваш товар по рекламе. Вот в этой ситуации вот эти каляки-маляки там и появляются. Это осина. Да, если, конечно, у вас много осина повторяется и товар не релевантен, ну тогда блокируйте, естественно, этот товар и этот осин. Если товар релевантен, то есть особенно если продажа идет, то наоборот надо думать как бы при, ну так скажем, подтянуть к этому товару. А если наоборот, как у меня, я зашел, у меня половину каляк-маляк стоит. Я обрадовался, почему и причем практически по всем этим калякам-малякам у меня есть продажа. Я понял, что у меня на самом деле крутой товар, потому что люди заходят к людям, смотрят их товар, видят мой товар и говорят, а нет, вот это круче и покупают мой товар. Вот и все. Аналитику надо делать действительно по осинам. Но это в любом случае, это из той серии, когда если все хорошо, то все хорошо, что об этом разговоре вести. А когда все плохо, тут уже нет продаж и непонятно как в аналитике делать. То есть тут тоже опять. У нас основная масса людей, вот видео опять же снизу можете посмотреть. Мы учились, мы двигались, мы начинали, стартовали, сами знаете откуда, брали всю информацию. И у всех практически, вот кого я консультирую, у меня также. Сергей, у тебя также, я так понимаю, да? Да у всех практически первый товар были одинаковые ошибки. Просто одинаковые. Всех одно и то же. Первый товар это да. Это конечно. Все-таки Амазон это такая вещь, вот знаете, где просто нужно повариться. То есть если ты этим горишь, живешь, то есть ты всегда будешь вникать, понимать, потому что опять-таки ни одно обучение там, оно не дает вот этого четкого понимания, чтобы действительно не наделать там миллион ошибок. Ты просто должен понимать этот механизм. Скажем так, да? Вскучка слева упала, да? То есть ну, а никак иначе. Именно так. И общаться с теми людьми, которые просто есть опыт, которых обмен опытом. Вот мы, Сергей, когда мы с тобой познакомились? Полгода назад, да, в этом скайп-чате. И потихонечку, потихонечку. Да, а начали, начали, да. Ты сколько, ты когда начал вообще всю эту тему? Запустился первый товар? Так, типа с год на стат, наверное. Нет, я тему узнал с год, запустился я в июле, соответственно. То есть я вот именно с первого июля именно стартанул, так сказать. Ну я где-то около, ну не год, может быть, чуть-чуть меньше запустился. Ну вот, то есть вот я говорю. Даже с год, наверное, где-то, ну примерно. Ну вот я и говорю, это как народ спрашивает, а какие результаты, а как? Да один товар, чтобы его прокрутить, это если ты в него попал, тебе надо полгода. А если не попал, 9 месяцев. Чтобы его просто распродать и начать следующий товар. Потому что даже не то, что у тебя есть деньги или нет, надо все свои силы поверить. Потому что один раз ты рискнул при любом их раскладах, в следующий раз уже будешь, так скажем, на воду дуть, когда обжегся. За это вот, так вот, все это долго идет. Это не дропшиппинг. У дропшиппинга там все быстро идет, но быстро баны прилетают. Здесь другая история. Здесь все медленно. Но если ты зацепился, ты понял. На там с первой, со второй, с третьей попытки, я не знаю. Бывает, действительно, и с третьей попытки не получается. Ситуации разные абсолютно. Это Иван спрашивает, какой у вас оборот? Небольшой, небольшой, не переживайте. Мы не будем. Давайте, Иван, я так отвечу. Именно то, что я тут все рассказывал. Я запустил товар. Я буквально за две недели продал полностью свой товар. Причем очень сильно тормозя, искусственно тормозя продажи. Потому что склад был небольшой. Ну, там всего лишь там тысяч 11 было, как бы, было что-то такое, да. А сейчас, к сожалению, у меня действительно классный товар. Я сделал его намного круче, чем у какого-либо из конкурентов. Но будьте готовы к этому тоже. То есть очень много не очень хороших людей, мягко говоря, на Амазоне, которые будут постоянно ваш товар пытаться просто убить. То, что происходит сейчас со мной, да. То есть цепятся негативные отзывы заказные. То есть причем это видно не вооруженным глазом. Поэтому какой бы хороший товар у вас не был, то есть если вы столкнетесь с такой ситуацией, конечно, это очень плохо, потому что... Запас мощности надо иметь и понимать, как с этим бороться. И очень сложно. Объединяем все усилия и то, еле-еле все это получается. Это отнимает много времени, это тормозит очень сильно продажи, это требует каких-то там финансовых затрат, то есть это на самом деле. Но, как мы видим, никуда от этого не деться. Реально очень много вот таких нехороших людей, которые просто вести бизнес для них это... Они не могут, надо обязательно делать такие гадости. У людей просто много аккаунтов. Небольшая проблема... Раньше у нас летом было ограничение 1 доллар, потом 5, теперь 50. Небольшая проблема закупиться на 50 долларов товара и на эти товары написать отзывы, например, просто так, и потом поливать грязью других. То есть это невеликая проблема для такого бизнеса. А здесь, к сожалению, это сплошь и рядом. Просто сплошь и рядом. То есть ко мне, ну, постоянно обращается по этому поводу, потому что я говорю, заливать, заливать, да, бороться как можно. Естественно, можно бороться, вычислять огромное время тратить через амазоновский супер. Вот, это действительно можно, действительно они убирают. У меня есть человек-товарищ, который из 5-5 убрал подряд причем. Вот, но это он потратил огромное время и силы, и опять же, у него есть специфические знания и умения, которых, например, лично у меня нет. Вот. А простой самый вариант, я прям всем советую обязательно, в любом случае, как бы там ни было, заливайте, положите. Но другого нет, хотя бы пятачком надо заливать. То есть утром проснулись, негатив, думайте, где взять отзывы без выкупа. Разные варианты, разные люди предлагают, смотрите. Ну, обязательно надо заливать, потому что я много уже людей знаю, которые просто из одной, из-за двух вот этих вот негативных отзывов вовремя не отреагировали, вылетели на вторую страницу и полетели как просто в прорубь. Про это, то есть пропусти мы упали. Просто надо реально за этим следить. Вот. На это вся и надежда у них. И еще могу сказать, чем больше у вас отзывов, тем меньше это влияет и на некоторых этапах уже просто прекращают бомбить. Вот. Мы вот как раз в тот случай, вот человек это сделал, одного нехорошего человека наказали. Я уже знаю несколько ситуаций, когда вычисляли и наказывали жестоко. Вот. И потом все успокаивалось, потому что на самом деле не так много таких людей. Вот. Это чаще всего в лисинге вот один там такой вот ерундой занимается. Вот. И вот я говорю, несколько раз уже это делали и несколько раз реально просто прекращалось все. То есть одного наказали и все. Но это реально серьезная и такая работа. Может быть, я не знаю, кто-то знает, как это систематически вычислять. Давайте обращайтесь в личку, пообщаемся. Эта услуга, во-первых, востребована. Вот. А во-вторых, она очень востребована, потому что надо бороться и объединять опять силы. То есть может программист есть, кто это знает, как это делать. Вот. То есть там по IP-шникам вычислять. Потому что у них одно дело понятно, когда там с одного аккаунта эта грязь и льется. А они просто что делают на данный момент? То есть человек написали отзыв, и они стараются качественный отзыв написать. Тем более мы не американцы, мы не понимаем, насколько они там качественно пишут, там с акцентом, без акцента, там помимо. Мы видим, что развернутый большой отзыв. Через переводчик провели, там сами перевели, все ясно. То есть там человек постарался. Смотрим аккаунт его. Там есть там спиток всего-навсего, с десяток покупок, отзывов точнее. Вот. И есть негативные. Вот, например, наш. Коп, мы закрываем их там пятью-десятью отзывами, там потратили там. Отзыв сейчас там долларов пять стоит, соответственно, 25-50 долларов. Просто так выкинули в унитаз. Опять закрыли его. Утром просыпаемся. Опять один негативный. И так вот такая болванка может просто постоянно идти. Вот. У кого вопрос ресурсов больше хватит. И, соответственно, это тоже не решение проблемы. И опять снова в аккаунт. Снова в аккаунт. Снова в аккаунт. Вот. Понятно, что через айпишник... Здесь выход один. Здесь выход один. Просто найти того человека, кто это делает. И вот как раз-таки вот такую службу наладить, действительно, да, найти, ну, образно говоря, каких-то хакеров, которые бы могли отслеживать вот таких нехороших людей и просто их наказывать. Потому что перекрывать эти негативные отзывы постоянно, что это тоже не вариант. Это тормозит ваши продажи на очень длительное время. Вы тратите там и деньги, и время, и нервы, и свою здоровье. Лучше вычислить один раз. Можно упасть. Не убить. Нашла эта провучка. По поводу отзывов. Я вот смотрю вопрос по поводу... Ну, опять же, друзья, 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 Америка, все дела. Мне, например, Сергей все отзывы делал. То есть я по заказу, друг говоря, ему даю задания, он мне их делает. То есть кому... Кто где находит. Кому как удобнее. То есть как... Как могут. Потому что по поводу, например, Следующий у нас лайв будет по поводу достаточно малоизвестного рассыльника. На последнее время он как бы заинтересовал очень серьезно. Потому что это другой уже уровень. И другие совершенно возможности. То есть и здесь как бы мы все эти лайвы уже ведем не для новичков, которым там проблемы как из какой страны зарегистрироваться, на какие кнопки нажатия пионер получить. А именно уже таких, ну, более-менее продавцов, так скажем, которые этим уже занимаются, или по крайней мере в теме. И сейчас вот как раз на Зонмастер Денис будет рассказывать про него, про преимущества. У него уже хорошие показатели. То есть можно получать отзывы. Потому что я могу сказать, до 3 октября, когда заменили вот эти наши купоны, когда напугали всех обзорщиков, статистика была приличная. В принципе, с автореспондеров нормально там под 30 процентов у меня приходило отзывов, например, стабильно, нормально. По купонам у меня приходило 50-70. Но когда всех напугали, ну все ушло. Я вообще не понимаю сейчас, кто превьюер вообще пишет отзывы или нет. То есть вообще непонятно, как они это делают. Вот. И за это, мне кажется... Ну, какая тема отдельная. Да, купоны вообще, они вообще просто уходят. Меня сегодня спрашивали просто про топ-ревьюеров. Я уже про них забыл. Я реально прошел все тысячи страниц, совсем где КПД у топ-ревьюеров было больше 80%. То есть я каждому письмо написал. Мне даже программисты написали всю базу топ-ревьюеров с такими показателями, чтобы я мог рассылку делать автоматически, чтобы не мучиться больше. И все это ушло в никуда. А сейчас, да, купоны, ну просто я говорю, вот, например, 3 недели назад примерно у меня удалили больше 100 отзывов, которые я раньше раздавал по правилам по купонам. Купоны, ну я не знаю, ими можем только пользоваться. Во-первых, купоны сейчас до 70% максимум. Вот. А во-вторых, купоны, ну они их могут спокойно привязать к нашей покупке и опять их отменить. Сделать купон там, я не знаю, там какой-нибудь. Ну да, 10-20% нормально через тематическую группу в Фейсбуке, например, находить людей. У меня вот знакомый продает, например, там какие-то вещи, например, ну специфические для женщин. Он нашел группу, он сам живет в Америке, нашел группу в Америке этих женщин, предложил им, и они реально у него просто выкупили достаточно приличное количество. Но в любом случае, емкость рынка же ограничена, то есть надо дальше двигаться. А Томасон, как сейчас Томасон работает вообще? Я про него же забыл вообще. Томасон работает не так, как работал. Там вы не попросите, естественно, отзыв, чтобы вам оставили. Томасон, ну знаете, на дурачка так сделан. По сути, все там также знают, что нужно писать отзывы, просто вы этого не просите. Вы точно так же раздаете по купонам свой товар. Какой скидка? Там немножко поменялась, назовем ее приборная панель, немножко поменялась. Но принцип остался один и тот же. То есть сейчас там идет упор на то, что вы якобы даете свой товар, чтобы люди разместили в своих там соцсетях, вы как будто бы пиарите свой товар. То есть вот на это идет товар. Но не просите отзывы. Но тем не менее, вам, насколько я знаю, отзывы будут... Я вот сам недавно раздавал на Томасон, пока еще, правда, время не подошло, это было не так давно. Люди вам, по идее, будут писать отзывы. Я вот общался с человеком, он тоже на Томасон раздает. Да, пишут там отзывы. Выбирайте просто людей, которые как можно больше будут рассказывать о вашем товаре. То есть в каком плане? То есть это чтобы и Твиттер, и Инстаграм был, и Фейсбук, и что там еще? Еще что-то. Короче, там будут значки такие стоять, вы будете эти критерии выбирать сами, чтобы это присутствовало у людей. Ну и этим людям давайте. Там количество завершенных сделок, смотрите, чтобы процент был больше 95, потому что везде смытает, что он ваш товар возьмет, и все, и забыл. Ничего делать не будет, ни отзыв не напишет. Поэтому хотя бы... А сколько сейчас скидка-то? Сейчас я купон смотрел, там до 70% он сделал. И сколько стоит Томасон сейчас на данный момент ежемесячно? Нет, дело в том, нет, Томасон так же, как и было, никто у вас там не будет покупать, если вы сделаете там какую-то маленькую скидку. Точно так же оно там и работает, как и работало. Чем дешевле, тем больше людей у вас, ваш продукт захотят приобрести. Я так понимаю, что Денис имеет в виду до 70% это для того, чтобы вы потом верифицированный отзыв получили. На самом деле вы можете хоть 10 центов там сделать купоны и давать людям, просто вы не получите верифицированный отзыв. Но тем не менее, это будет отзыв за выкуп товара, по-любому. Не факт, что Амазон его впоследствии не удалит, но, уверяю, это гораздо менее опасно, нежели сделать просто отзыв без выкупа товара. Здесь хотя бы будет выгод, но просто неверифицированный отзыв. Вот и все. Я видел там вопрос, задавала женщина по поводу того, что первый товар запускать, где есть размеры. Я так понимаю, какая это одежда, может быть обувь. Я бы, честно говоря, ни в коем случае не советовал, тем более первым товаром запускать такие товары. Я вас уверяю, возвращают даже кусок железа. Как вот казалось бы, что может там сломаться, что может не устроить. Нет, тем не менее, находятся люди, которые говорят, не так блестит, не так лежит, там сегодня буря магнитная, он мне не нравится. Поэтому если вы свяжетесь с товаром, где есть размеры, вы просто утонете в возвратах, просто утонете. Это, на самом деле, очень плохо. Поэтому не берите. На первый товар берите самое простое, что-то, которое вам позволит избежать хотя бы максимально, чтобы вам не возвращали этот товар. Не надо брать что-то хрупкое, ломающееся, сложное, механическое, электронное. Не надо это брать. Берите про стое, что-то. А стоимость Томасовна сейчас скажи какая? Что-что? Стоимость. Сколько там стоит у вас? Стоимость. Я пока, ну так как я запустил бренд, но я опять зарегистрировал версию Триал бесплатно, да, 21 день. Раньше я платил как-то. Было 100 долларов. Ну, сейчас я вижу, они там скидки какие-то. Кто пользовался Томасовным, раньше дают, там, платят 49 долларов. Они что-то шлют, шлют, да, что там шлют, шлют, я смотрю. Такие предложения. Даже, честно говоря, не знаю, сколько вот просто с нуля зайти, отбыть. Но, понимаете как, вам в любом случае и Томасовна дает 21 день бесплатно. Вам это для раздач просто за глаза хватит. А дальше вы просто поймете, вам нужен еще Томасовн или не нужен, понимаете. И там уж вы точно увидите, сколько он стоит. Поэтому 21 день пользуйтесь бесплатно, свободно. А дальше решите и все узнаете в самом Томасовне. Ну да, Томасовна штука хорошая, я не спорю. Хотя вот у меня сейчас на данный момент, я в шоке немножко нахожусь. У меня, я загрузил 10 купонов на Томасовн. Сейчас туда загружаешь купоны. Не так, как там раньше прям человеку дал купон. Там ты загружаешь купоны, и люди к тебе добавляются. И ты уже просто подтверждаешь человеку, выдать купон или нет. Купоны загружены у тебя. Так вот я загрузил 10 купонов. Девятерые мне дали, а один купон у меня просто куда-то пропал. Просто куда-то пропал. Мы сейчас ведем переписку с Томасовным. Не знаю, чем это закончится. И скорее всего, ну совпадения, я думаю, таких не бывает. Потому что у меня именно под такому купону кто-то выкупил в моих 4 товара. И я ушел в минус. Потому что у меня стоят 2 промо-акции на 10-15%. И получилось там, короче, еще минус у меня. Понимаете? Вот просто на одни руки. А почему так? Потому что я не установил количество товара в одни руки. У меня, к сожалению, на товаре нет возможности такой. Нет в настройках этого. А через шаблон. Но я не сделал этого через шаблон. Это нужно отдельно заполнять шаблоны. Это на самом деле такая, блин, работа нехорошая. Там очень как-то замудрено очень. И вот украли один купон. Его 4 товара хлопа выкупили. Сережа как бы 200 долларов пролетел просто так. Так что... Лендинг, к сожалению, не сработал. Ни у одного, кого я знаю. Вот я смотрю. У одного человека лендинг. Все специалисты, все спецы по севам. По гуглу, по яндексу и так далее. Ну так вот, делали отличный переход с гугла, например, с фейсбука на лендинг. А переходов на фейсбук, ой, на амазон вообще не было. Когда мы сделали напрямую, пошли продажи, но упала конверсия. И человек получается в патовой ситуации. Без внешнего трафика он не мог продавать ничего. А амазоновской органики у него вообще в помине нет, потому что ужасная конверсия. Потому что очень много переходов. Так что непонятная ситуация. Если индусы, они делают, да, тоже внешний трафик, но с полезными действиями, и так конверсия не падает. То при внешнем трафике простом, без полезных действий, то есть просто человек зашел, не купил, зашел, не купил, 100 человек зашло, 3 покупки сделали, это все. То есть вас в органике не увидят, а весь смысл амазонской торговли приват-лейблом – это быть в органике в топах. А все остальное – это бестолковое занятие. Так, Николай, я бы для начала посоветовал обратиться прямо в чат, задать вопрос, разобраться с этим. Если у вас ключ так и остался ранжироваться, то есть он не выпал никуда, он ранжируется, но вы упали на 400 позиций. Конечно, это что-то ненормальное, так не должно быть. Есть еще один вариант. Возможно, вы игрались как-то с ключами, либо с листингом своим, что-то там меняли, что-то убирали, добавляли, какие-то ключики ставили. Возможно, это повлияло, потому что это реально влияет порой. Так же, как и целостность фраз, то есть либо мы нас учили, нашу гуру когда-то, что я говорю, просто вбивайте ключи, чтобы они не повторялись и будет вам счастье. Так нельзя. Либо нет, на самом деле не так. Здесь роль играет даже на место в поиске целостность фразы. Возможно, вы эту фразу, когда ключи там что-то делали с ними, либо в листинге у вас этот ключик стоял, вы ее как-то нарушили. Если вы ничего из этого не делали, значит, все-таки я бы советовал обратиться в чат и разобраться с этим, потому что это очень странно, чтобы вот прям так кардинально слетел ключ. Какие причины должны быть в любом случае? Насчет на 10 товаров 100 кредитов, я думаю, это мало все-таки. Если 10 товаров, то есть, ну, сами посчитайте, 3 кредита на 1 асин, вам хотя бы нужно будет по 10 асинов вбивать. Если по той методике, как я говорил, то это еще и больше асинов, то хотя может быть 10 и хватит. Рассчитывайте примерно так в среднем, что 10 асинов на 1 товар. 30 кредитов на 1 товар. Посчитайте. Хотя все зависит от вашей ниши. Возможно, у вас там есть на одном товаре каком-нибудь, скажем, у вас там есть вот у двух людей взять асина, больше-то и нет никого. Все там, больше никто не продается. Два каких-то более-менее топа есть. Ну, тогда вам, в принципе, там хватит и 3 асина, то есть, или 5 асина. Вы взяли два своих прямых топа из соседних ниш, пару асинов, и на этом хорош. Ну, если товар какой-то знаковый, хороший, там, конкуренция, все такое, то, естественно, вам нужно будет лишь своих прямых конкурентов, хотя бы штучек 7 взять. И из каких-то соседних ниш тоже хотя бы штучки 3 по товару. Ну, это можете там варьировать уже на свое усмотрение, понимаете. Поэтому маловато, конечно, для 10 товаров. А динамических, значит, динамических URL или лучше вручную искать товар по ключу. Значит, Никита, если вы работаете с отзывами конкретно через каких-то знакомых своих, ну, сейчас же много, да, там, люди пишут за деньги там, есть там. Группы, которые пишут отзывы, там, может, у вас какие-то знакомые есть. То, конечно, лучше, если это не массово, если не массово, и вы знаете, кому дать, то, конечно, лучше взять ключевое слово, дать человеку, чтобы он зашел по ключевому слову и купил ваш товар. Если вы имеете в виду ту же раздачу на томасами, то, естественно, вы берете I'm the one, забиваете нужный ключевик. Я бы не советовал делать супер URL из нескольких ключевых фраз. Потому что, когда человек вписывает несколько ключевых фраз супер URL, тот же I'm the one, конечно, он будет, он просто будет чередовать, да, один раз щелкнешь по ссылке, он зайдет вот по этому ключу, второй раз щелкнешь, он там вот по этому зайдет. То есть тут уже зависит от того, какое количество товара вы хотите раздать. Если вы хотите раздать 300 штук, тогда, может быть, и есть смысл сделать из нескольких ключевых фраз супер URL, да, у вас там 50 на 50 раздастся и будет хорошо. Но если вы делаете упор на одно ключевое слово, то, естественно, вы одно и вписываете для создания супер URL динамического I именно вот. Но как лучше, не могу сказать, лучше ли отдавать, чтобы вручную искали, то есть что лучше влияет на ранжирование. Ну, скорее всего, разницы нет, потому что, еще раз говорю, вот я только что проверил опять ссылку эту динамическую, и я очень сильно поднялся всего лишь из-за там 8 выкупов, понимаете. Я реально там, не знаю, на 300 или на 200 с лишним позиций взлетел вверх, а выкупы там-то по ссылочке было, там совсем-то ничего. Поэтому, ну, я тут не вижу, в принципе, какой-то разницы большой. Никит, так что лучше все равно делать по заданию, как я и говорил всегда. Ну, это, да, это лучший вариант, конечно, то есть это оптимально. Так, давайте, что, вопросы дозабьем, допустим человека. Полтора часа уже, думаю, достаточно. Так что готовим последнюю порцию вопросов. До Амазона политика вообще непонятна, что там говорить? Я, да, вот все вот их там эти ноу-хау, вот эти изменения по отзывам, ну, я в любом случае не заметил разницы никакой. Где-то что-то есть, да, там многих напугали, многие думают, так нельзя. Ну, а по факту, вот посмотрите, что происходит на Амазоне. Как лупили эти отзывы, там, по 100-200 штук в месяц, так и лупят. То есть, ничего никого не останавливает, вот и все. Не увидел я там прям кардинальных каких-то перемен. Ну, немножко сложнее просто сделали для получения этого отзыва. Просто сейчас на том же Томасоне, там, на каких-то других сервисах напрямую не спросишь. А так все работает, как и работал. Должно быть соотношение разумное между покупками и отзывами. Ну, вы знаете, у вас в любом случае поначалу, когда вы только будете набивать отзывы, у вас не будет никакого разумного соотношения. Почему? Потому что у вас не будет органики. То есть, вы будете раздавать товар, у вас будут покупать, органики нет. И, ну, немножко такой неприятный, может быть, момент, там, если прям зацикливаться на этом, что вот это плохо, что меня могут там словить и так далее. А как же так? Да нет, это на самом деле все не так, ничего страшного, как правило, нет. Потом, да, у вас появятся отзывы, вы запустите рекламу, дай бог там у вас цепанется органика, пойдут выкупы. И все выровняется довольно быстро, и вы забудете об этом. Ну, так что, здесь проблем не вижу никаких. Да, раньше мы компенсировали это купонными раздачами, но сейчас этого нет. В любом случае, мы из-за этого идем чаще всего на демпинге или на той ситуации, в которой мы считаем, что зацепится продажа, и ждем максимально быстро органика. Ну, надените мне. Нельзя, нельзя, отказывайтесь, отказывайтесь от всех этих мега-раздач, там, не теряйте свои деньги, не теряйте. Делайте лучше, лучше вы потратите эти деньги и заплатите дороже, больше, возьмите товар подороже, сделайте его лучше, сделайте супер товар, посмотрите, чтобы это был не какой-то эксклюзив, который нужен там одному из тысячи человек. Запускайте товар, которым пользуется огромное количество людей. Не бойтесь конкуренции, не надо думать, что если я захожу и вижу там, господи, там 500 страниц по товару, я же как же, я же тут же. Там везде можно продаваться, это наоборот хорошо. То есть посмотрите, чтобы товар был востребован, чтобы он был, ну, на каждый день какой-то товар, который реально людям нужен. И не бойтесь вот этих архаровцев, там, с двумя тысячами отзывов, ну, бойтесь только в том случае, если там их 200 штук таких, тогда бойтесь. А если вы видите там 5-10 человек, да бог с ними, ниша огромная, товар, там, смотрите, покупают миллионами, там, ключевики, запросы такие. Вы поймите, что какие бы там крутые ребята не продавались, если вы сделаете крутой товар и набьете хотя бы 10 отзывов себе, но у вас будет реально крутой товар, сделайте так, как я вот рассказывал по инспектору, запустите рекламку PPC, и с реально крутым товаром вы всегда в этой нише кусочек рынка себе отщипите, по-любому, хотите вы этого или нет. Поэтому не надо сидеть и выискивать прям нишки какие-то, где там 20 человек продается, они продают непонятно что, какое-то там средство, что будешь жить вечно прям, и вы вот прям туда лезете, потому что там нет конкуренции. Это не говорит о том, что это хорошо, что там нет конкуренции. А вы тогда возьмите и посмотрите, есть ли спрос, Google Trend есть в конце-то концов, посмотрите, есть ли спрос на этот товар, посмотрите ключевые запросы, возьмите тот же Merchant Word, посмотрите, да, там сколько запросов, там он вам покажет 10 тысяч запросов в год, вам нужен такой товар, да, там нет конкуренции, но он вам не нужен, вы и продавать там не сможете, а вы возьмите товар, где, не знаю, там 20 тысяч продавцов или там 10 тысяч продавцов, но там 10 миллионов запросов будет, понимаете? И вы сделайте круче всех, просто потратьте денег, сделайте круче всех товар, зайдите сюда, я вас уверяю, вы все равно будете продаваться, все равно вы будете продаваться. С двумя с половиной тысячами ответишь, у тебя дороже была партия? Вы знаете, опять-таки вопрос такой, ну, что значит дороже двух с половиной? У нас китайцы, есть китайцы, да, они вам всегда напишут меньше двух с половиной тысяч, и это всегда можно решить, ведь, да, у меня была партия дороже двух с половиной, ну, они же там в документах цену ставят меньше, пока это все проходит, пока все нормально. Я знаю, вот, опять-таки, у моего поставщика люди заказывали там по две с половиной, допустим, тысячи штук, одна штука там в районе 6-7 долларов стоит, ну, можете представить, это уже там за десятку, скажем так, да, но, однако, возят, возят и нормально провозят, ничего не платят. Как они это делают? Я туда не лез, вот, мне это не надо, я, как бы, не форвардер, то есть, у меня только вопрос, мне нужно что-то платить за растаможку? Нет, мы все сделаем. Все, я понял, все, я, значит, отдаю, и они все делают. Провозят, слушайте, провозят, либо они уж там совсем дурака включают, что там ставят эти две с половиной тысячи штук, там, пациентов 50 каких-нибудь, и эти документы проходят, я не знаю. Короче, даже не делят, короче, не делят, даже работают в цвет, короче, по беспределу. Да, да, но тем не менее, реально китайцы отправляют, и товар проходит без налога. Да, можно так разбить партии в конце-то концов, если уж там человек переживает, что могут его цепануть. Одну отправил, потом вторую, через дней 15 отправил, не проблема. 10 неверифицированных отзывов. Конечно, можно запускать ППС, но я бы посоветовал лучше все-таки шапку делать всегда изначально с верифицированных отзывов, потому что есть контингент людей, и он, я думаю, немалый, покупателей, да, которые, конечно же, тоже смотрят на вот эти дела, тем более это ППС. ППС нужно запускать, когда ты уж немножко так уверен, да, там у тебя есть хотя бы 5 отзывов, и лучше всего, да, верифицированных. Не надо вот эти неверифицированных, потом вы их можете там нагонять, но шапочку сделайте верифицированную. Поделитесь форвардером, вы знаете, форвардеров куча на самом деле, тот же Сеня там, ну их много. Но я, допустим, вот вожу сейчас через своего поставщика. Мне понравилась цена, я так сравнил с ценами того же там Сени, еще кого-то там, да, то есть, ну, мне понравилось. Да вы изначально спросите у своего поставщика цены, и уточните, возможно, вам, вам это будет удобно. Потому что реально удобно, когда через поставщика, потому что вот эти все форвардеры, понимаете, там тоже ситуация такая, они вас будут целовать, облизывать, обхаживать, пока вы им не заплатили деньги. Как только вы им заплатите деньги, они пропадают, и они не считают нужным с вами общаться, понимаете. Вы хотя бы как-то застрахованы со своим поставщиком, когда везете через него товар. Тем более, если вы там через ТА платите и так далее, ну вы уже с ним дела везете. Ну а форвардер, ну что с него возьмете, если он потеряет куда-то товар. Ну можно там застраховать и так далее, но все равно это абсолютно левый человек, с которым вы делов там никаких не имеете. Так и есть. И многие от этого сильно страдают. За две копейки дешевле повелся, и он не отвечает ни за что, на самом деле. Даже страховать надо через этих посредников, потому что если у них потеряется груз, они как бы... А он не застрахован, оказывается. То есть тоже такой момент. Нет, ну возят, наверное, не наверное, а очень многие возят через форвардера. Все там хорошо, все отлично. Просто я говорю, если будет возможность везти через поставщика, это будет вам удобнее. Просто цены сравните, посмотрите, плюс там же всегда можно, вот как я делал, я поставщику своему, мне скидывает форвардер цены и дает цены мой поставщик. Я говорю, слушай, тетя Мотя, а вот смотри, какие цены мне дал форвардер, вот, сторонник. Она задумывается и начинает мне уже цену потихоньку снижать. А вот, все, я с ней договариваюсь на ту цену, которая, на ту цену, которая меня устраивает, и я везу через своего поставщика. И самое смешное, что через поставщика оно еще и быстрее доходит у меня, чем через форвардер. Хотя отправляем... И в D-сертификат далеко не у всех производителей есть, но я, как понимаю, в D-сертификат нужен больше Амазону, а не людям в коробках. Сертификат, а он вам нужен, этот сертификат? Ну, ищите товар, вот я как делаю, я не парюсь, там, искать, там, нужен он, не нужен. Я открываю чат амазоновский, показываю товар, причем я это делаю раза два или три, потому что кто-то там может не знать чего-то в чате, там же тоже человек человеку рознь. Кто-то сидит индус какой-то, который ничего не понимает, а есть реально нормальные ребята, которые понимают очень многое. Я открываю просто чат, я показываю товар и спрашиваю, слушай, скажи мне, Вася, вот надо на этот товар какой-то сертификат, ФБА там еще что-то? Он говорит, не, ничего не надо, можешь так вести. У вас же это сохранится все в переписке, даже если потом какой-то косяк, вы всегда покажете. Ребята, ваша техподдержка мне сказала, смотрите, мне ничего не надо. Так что давайте там сами рисуйте ваш сертификат. Ну сделайте, я говорю, таких запросов три для уверенности, вам каждый раз будет отвечать новый человек, и вы убедитесь, нужен там этот товар сертификат или нет. Плачу, вы знаете, у меня вообще ситуация очень нормальная вот в этом деле. Я не плачу ни ПП, ни ТА, ничего не плачу, я просто работаю через пионер с моим поставщиком. Вот эти все страшилки, которыми нас опять-таки когда-то пугали на обучениях, что там давайте страхуйтесь, перестрахуйтесь, да, это конечно нужно, но если у вас налаженное отношение с вашим поставщиком, вы заказываете там уже не первую партию, я вообще никак по сути не страхуюсь. То есть я просто с пионера на пионер перевожу своего поставщику деньги, он делает работу, я забираю товар, вот и все, мне это выгодно. 2% я всего лишь плачу, у меня нет головника, как мне с пионера перевести там куда-то, потом с этого куда-то там заплатить с PayPal, и вот этого нет. У меня есть пионер, я с пионера и плачу. А мне такой вопрос. Так что всегда тоже спросите. С пионера. Смотри, с пионера, если мы, например, будем оплачивать как кредитные карты, ну как дебетовые карты, в принципе просто... Я так и делаю. Но я имею в виду через трейд-иншуранс, это же тоже можно сделать? А, по-моему можно. Опять-таки я с пионера через трейд-иншуранс не платил, но вроде бы я слышал, что можно это делать. Вот Денис, вот, ага, вот он уже ответил. Можно. Ну, всегда лучше спросите у поставщика, если у него нет пионера, вы его как-то немножко так промотивируете. Возможно, он задумается и сделает все-таки себе аккаунт пионера. Потому что это очень удобно. Спросите, есть-есть, давай через пионер, давай, все. Ну, первый раз можете, конечно, подстраховаться через ТАП, проверить там на порядочность своего поставщика, там не будет ли брака, как он, в принципе, сделку с вами проведет. А дальше, если есть возможность, можете пионерам платить, это удобно. Ну, это надо иметь в виду, что просто что такое Алибаба? Алибаба – это площадка для крупных оптовиков, мелких оптовиков и мелких производителей. И туда из-за этого особо крупные не идут, потому что они не собираются платить там PayPal, там или еще. Им надо просто деньги на счет, а не работать цивилизованно по договорам, ну, то есть, как нормальная компания. А здесь мы общаемся и работаем в основном с мелочевкой. Соответственно, в будущем в любом случае надо будет планировать и перестраиваться, естественно, вот на эти условия. Единственное, Сергей даже договора полком не заключает, потому что, что у нас в России, что там надо работать юридически, просто мы не юридическое лицо, и за это нам бессмысленно сейчас это заключать. Но в будущем надо это планировать. Ребят, вот это все, это уже давайте вот на перспективу. Пока это, я думаю, что тут большинству из нас не относятся. Это когда вы откроете торговую марку там где-нибудь, в Америке, там, в Европе, неважно, может захотите, может… Переедете в Таиланд и оттуда будете управлять своей империей. Вот тогда вы уж будете там все вот эти бумажные волокиты с договорами и так далее, потому что вам нужно будет платить налоги в той же Америке, вам нужна будет отчетность и так далее. Вот это… Но пока тут ничего это не нужно. Инспекции всегда делаем? Обязательно. Обязательно. Причем, причем инспекцию я бы посоветовал делать не просто заказать у тех же китайцев инспекцию. Я вам приведу простой пример. Мой знакомый заказал инспекцию, приехала девушка, очень крутая инспекция, очень ответственно относится к своей работе. Она, после ее инспекции китайцы плевались и говорили, чтобы она больше к нам не приезжала. Она там чуть ли не на зуб пробовала весь товар, рвала его, крутила, порвала кучу товара. Там у китайцев они чуть не плакали. Но провела инспекцию от А до Я. Что же получилось дальше? Ну и толку. Она провела, она дала полный отчет моему другу. Она все показала, все нюансы. Китайцы все дружно стали, сказали, конечно, мы все сделаем, мы все убрали, мы все заменили. Даже если она там поставила какие-то печати и так далее, что она проверила, ребята, это не остановит ни одного китайца. Они что сделали? Мало того, что они даже не удосужились, то, что она попорвала, когда проверяла товар убрать, они также его положили дальше в коробку, запечатали, что-то вообще выкинули, то есть чего-то даже не хватало. Мало того, они еще и перепутали товар с его конкурентом и отправили половину его товара, половину конкурента. Человек в шоке. Вот вам и инспекция. Отсюда вывод. Вот эти все китайские инспектора, даже если они хорошие, они вам большой пользы не принесут. Вас нет на месте, когда идет отправка товара. Мои китайцы, что хотят, то и делают. Значит, вам нужно найти в Китае человека, русскоговорящего, уверяю вас, такие есть, со своим складом. Вы берете товар, отправляете своему человеку в Китае, он на месте делает инспекцию, все проверяет. Китайцы к этому товару больше отношения не имеют. Вы сразу предупреждаете китайцам. Ребята, значит, сейчас мои ребята проверят, если что-то не хватает, брак, вы тут же, чтобы мне выслали какое-то количество того-то, того-то. Хорошо, вам говорят китайцы, ваши ребята в Китае проверяют товар, выявляют, либо не выявляют брак, дают вам отчет, и они уже отправляют дальше ваш товар. Либо отправляют, нет, назад китайцам не надо отправляться, то есть, чтобы он больше в руки не попадал. Вот в таком варианте вы практически застрахованы от того, что действительно придет нормальный товар, а не там опять китайцы напихают брак. Сколько это стоит? Ну, опять-таки, в зависимости от объема, потому что все мы знаем, там больше объем, больше работы. Вы, конечно, потратите на перевозку груза, в зависимости от того, где ваш производитель, где будет тот человек, который примет ваш товар. Ну, перевозка долларов 30, 40, 50, 60, может быть, вот так где-то стоит. Сама инспекция, она будет подороже, чем у инспектора из Китая. Допустим, если инспектор из Китая возьмет там 100-150 долларов, то вот эти ребята, они возьмут там 200-300, допустим, долларов. Но я бы на этом не экономил. Вот на чем, на чем. А на этом я бы не экономил, потому что, уверяю вас, в перспективе, если вы не сделаете хорошую инспекцию, вы потратите гораздо, вы не то что потратите, вы потеряете, да и потратите тоже гораздо больше денег на возвраты, выплачивание недовольным денег, потому что они будут вам грозить, я там сейчас напишу вам плохой отзыв, я то-се, отдайте мои деньги, либо сами будете предлагать, лучше сделать хорошо, потому что плохо оно и так получится. По поводу FD-сертификатов и патентов, это самый, наверное, один из самых тонких моментов, который толком, ну, по крайней мере, который здесь люди находятся, не знает, потому что, например, патентные юристы, это специфическая вещь, причем там в той же Америке и Европе будут разные. Вот, очень сложно с такими товарами вообще, в принципе, связываться, особенно на начальном нашем уровне. По поводу FD-сертификатов, насколько я помню, FD-сертификаты нужны для товаров, которые мы употребляем вовнутрь. Например, ложка в стакан не нужна FD-сертификат, а жидкость и еда, она нужна. И, соответственно, сейчас после Нового года, изменились правила, бьюти и health person care, соответственно, у нас стали такими геморройными по FD-сертификатам. И, соответственно, как и была еда, так и осталась. Вот, из-за этого в эти ниши влазить просто, в принципе, тяжело, потому что у очень многих производителей нет FD-сертификатов. Если у китайцев, ну, FD-сертификат там надо получать в Америке, платить ежегодную там таксу, там, 5000 долларов, что-то в этом роде. То есть, прилично стоит. Не каждый это может или хочет. Вот, и из-за этого, если FD-сертификатами в закрытых вот этих группах для старта, то есть, если до Нового года это стоило там 100-200 долларов максимум, открыть эту группу, то сейчас мы идем с большим риском, надеемся на начало продаж. У многих это получается. Вот. Получается так, что... Получается в любом случае, что мы приходится переходить из смежной категории после продаж. У некоторых сейчас уже получилось. То есть, я знаю, меня говорили, но как бы вот такая вот ситуация. Большой риск. И для начала это будет очень сложно. Так, ну я думаю, да, надо разбегаться. В принципе, я думаю, достаточно ответа вопросов ответили. Так что, наверное, всем удачи, всем пока. Кто был, задавал вопрос, большое спасибо. Больших вам, ребят, продажа. В продажах больших вам успехов. Не ленитесь. Делайте лучше, чем у всех. Заходите в обширные ниши. И все будет хорошо. Не пойтесь. И все нормально будет. Все. Всем удачи. Я жму руку. Всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»